Всем привет! У меня вот недавно был довольно депрессивный период в жизни, и, если честно, он еще не закончился, и, наверное, поэтому я решил записать вот этот разговор на спидпайль. Просто мне не хотелось, чтобы мое состояние отражалось на моей работе, ведь людям по большей части плевать, что там у тебя в жизни происходит, а в паблик люди приходят чисто за красивыми картинками, а эти красивые картинки надо рисовать. А когда тебе грустно или плохо, рисование идет очень-очень плохо и медленно, и получается вообще все не так, как хочется. Я бы не назвала это артблоком, потому что у меня в этом плане все в творчестве абсолютно прекрасно, у меня есть вдохновение, мне хочется рисовать, у меня получается это, но я переживала не из-за этого, если честно. Я просто не хотела, чтобы мои арты внезапно скатились в кучу депрессивных кровавых картинок с черным фоном, потому что я люблю рисовать яркие, добрые, позитивные картинки со своими персонажами. И нет, я, конечно, люблю рисовать что-то более жесткое, это правда, но как-то у меня потушев всегда было рисовать другое. И мне нравится просто, когда люди смотрят на мои арты и у них поднимается настроение, потому что там все мило, здорово, чудесно, яркие, красивые цвета, фоны там, все вот это фигня. Я не знаю, как это сказать. И это забавно, конечно, звучит, учитывая, что мой главный ос это вообще нифига не позитивный и радостный человек, а просто какая-то какашка унылая, одетая в яркий шмот вот так. И, скажем, в самый тяжелый момент я просто скетчила в тетради максимально неразборчивые арты, сбивая там на анатомию и на прочее, просто чтобы стало легче. И за все это нелегкое время я как раз таки отрисовала дидже только одну псевдодепрессивную картинку на спидпейн, которую вы как раз и смотрите. И еще была одна страничка в комиксе, в которую тоже удалось вложить часть своей депрессии, просто потому что там ГГ было тоже очень плохо и, так сказать, подходящий арт. В общем, суть в том, что я отрисовала мало грустных артов и как бы все равно старалась рисовать что-то позитивное, доброе, думала о своих осах, ведь в их жизни должна идти так же хреново, как у меня. И вот мы недавно сперпинапнули 10к на канале, спасибо всем, кто нас смотрит, кстати. И мне нарисовали пару фан-артов, один прям прилетел, жесть, как вовремя, я сидела в ванной и просто плакала, мне было дико хреново. Ну, такое, знаете, бывает у людей, когда просто плохо тебе и все. А потом я увидела уведомление, глянула, там был фан-арт с кучей теплых слов, и это прям сразу мне настроение подняло, типа, ну, прикольно, так что ты вот где-то там, далеко, делаешь какой-то свой контент. А людям он не просто нравится, он им как-то даже помогает, вдохновляет на арты и прочее такое вот. И да, это не совсем типичный видос, который я всегда выделала, просто мне захотелось поделиться тем, что происходит, кстати, в жизни, как, кстати, я справляюсь, как делаю так, чтобы мои арты остались такими же, и люди не думали, блин, у автора депрессия, блин, он хочет, чтобы его пожалели. Нет, по мне не надо, у меня вроде как все хорошо, но бывает такое состояние, да. И, в общем, я знаю, видос получился сумбурным, простите, просто мне, правда, захотелось с этим поделиться, особенно потому, что это очень сильно может отразиться на творчестве, а творчество для меня сейчас это самое важное, и я не хочу, чтобы оно страдало. В общем, всем спасибо, особенно тем, кто смотрел до этого момента, за фан-арты спасибо, есть тут все люди, которые их вообще рисовали мне, просто за комментарии спасибо, я их все читаю, честно, стараюсь отвечать по максимуму, на все, что могу. И до следующего видео, и я надеюсь, оно будет куда более позитивным, спасибо.